Нам повезло, что вы сразу попадаете на информацию от Голд Амбассадора, то есть от меня. Голд Амбассадора на самой высокой квалификации. Я к ней шла практически 5 лет. В прошлом году, в октябре, я выполнила эту квалификацию Голд Амбассадор. В компании я, как принято говорить, сначала и все хорошо, в компании я, но вот в ноябре будет 6 лет. 29 октября, точнее, будет 6 лет, как я в компании. То есть Россия, в России компания начиналась с Радченко Владимира, это Дагестан, Амбассадор Саида и Владимир Радченко. Ну и уж совсем в России, в Центральной России, начиналось все с меня. Сергей Сергеевич позвонил мне по телефону, вернее даже по скайпу, была скайп-связь. И, в общем, пригласил в эту компанию. Я 18 лет вообще всего в сети, на тот момент 12 лет в сети и 7 лет работала в одной из компаний. Успешно работала, очень хорошо зарабатывала, но компания не развивалась. Компания стояла на месте, а мы знаем, что стоячего положения вверх, да, в жизни нет. Или мы движемся хоть мелкими шагами, но вперед. Если остановились, это откат назад. И я понимала, что будущего в этой компании нет. Несмотря на то, что я была вторая линия от руководства компании, зарабатывала очень хорошо, в душе я понимала, что нужно искать что-то другое. То, что будет, ну, перспективно. И как раз в этот момент, когда в душе у меня зрело недовольство, и, собственно, я руководство постоянно об этом говорила, что нужно было поменять. Вот это бы, вот это сделать, вот это сделать. Ну, соответствует времени. Ну, руководитель был, это для него побочно был проект, сетевая компания. Он занимался производством труб для нефтегазовой промышленности. Понятно, да? У него это была, как игрушка, не основное занятие. И он не был абсолютно заинтересован в развитии компании. Ну, я это понимала, и, понятно, уже в душе задумывалась, нужно что-то искать. И для себя уже 12 лет опыта было. Я выработала некоторые критерии выбора компании. И они мне очень, в общем-то, и помогли принять предложение от Сергея Сергеевича Куликова, основателя, владельца компании, нашего президента. Просто на первый раз я сказала, что он попросил разрешения приехать в мой город. Я жила тогда в Липецке. И встретиться со мной. И вы соберете ли вы своих людей? Ну, основную команду, конечно, приглашу. Тех, кто мой лично приглашен, и кого я имею право позвать в другую компанию. Конечно, других людей я не приглашала и не звала. Он сказал, окей, на частном самолете со своей командой прилетел в мой город. Мы собрались, нас было не очень много. Ну, вот где-то приблизительно вот такое количество людей. И Сергей Сергеевич, понятно, обаял всех. Мы, во-первых, увидим молодой, энергичный, бесстрашный. Компания только начинала работать. Она год отработала в Киргизии и в Казахстане. И начинала только в России. Больше ее, собственно, нигде не было. Но у него были такие глобальные планы, такие мечты огромные. Не случайно у нас на продукте было заявлено, продукт, который изменит мир. Сейчас уже продукт, который меняет мир, да, написано. А тогда слоган был именно «изменит мир». И он поделился своим видением развития компании, что он планирует делать. И вы знаете, мне это очень понравилось. Мне лично очень понравилось. Я поняла, что вот он молодой, перспективный. Для него это проект его жизни. Значит, он будет максимально в него вкладываться. Максимально будет делать все необходимое. А поскольку молодой человек, значит, он будет, здрасте. Значит, он будет обязательно, ну, двигаться в развитии согласно требованиям современности. Нельзя методами вчерашнего дня делать компанию успешной. Или методами вчерашнего дня нам самим стать успешными. К сожалению, это невозможно. А я была готова к изменениям. На тот момент я была юной девочкой, мне было 62 года. И я, в общем, готова была к изменениям. И мне понравилось. Но потом, когда он начал рассказывать о технологии, он не любит подробности, говоря о технологии. Он сказал, технология такова, что основана на тысячелетнем опыте многих медицин, как Айрведа, Тибета, Хитотерапия, Атолицена. Это самая юная медицина, где все в 2000 лет. И это полностью 100% натуральный продукт, только новая технология экстрагирования, то есть извлечения полезных веществ и подачи в организм. Ну, сказать-то красиво все можно, но он никогда подробно не рассказывает о продукте. Он обратился к слушателям, сказал, у кого какие проблемы. Ну, например, у кого болят там колени, кто руку не может поднять. И на мое счастье моя знакомая пришла у нее периотрит плеча. Верточка, знаешь, что это такое? Она вот так и больше, ну, дальше не могла поднять руку. Он ее угостил продукт. Ну, это был слайд, потом я узнала. Рядом со мной сидела моя подруга с бронхиальной астмой. И она не хотела идти, говорит, у меня сейчас обострение, такой свистящий дыхарень, я вам буду мешать. Я говорю, ничего, там, с краешку сердечек, если что, выйдешь. И она подняла руку и говорит, ну, вот у меня астма. Он ей дал два продукта, ну, два дрожжей. Это был Альф, как потом я узнала. Ну, и вот несколько таких экспериментов над нами показали, что продукт работает. Потому что в моих глазах Татьяна, ну, вот моя подруга, она через 10 минут у нее остановилось вот это колыхающее дыхание. Я поняла, что, да, посмотрите, две штучки от БАДов, а с БАДами я работала. А от БАДов такого не было. А когда Сергей Сергеевич звонил, я сказала, что это, если БАДы, то даже не предлагайте. Я с БАДами работать не буду. Он говорит, почему вы против БАДов или ни в коем случае. Я за БАДы, но бизнес с этим делать не буду. Потому что на рынке столько предложений БАДов, что мне это просто неинтересно. Потому что очень конкурентно насыщенная эта ниша БАДы. очень много российских, американских, немецких компаний. Ну, и влезть в эту нишу и доказывать, что, не знаю, там, твой кардицепс или твои, не знаю, какие-то БАДы лучше, чем у кого-то другого. Ну, это просто, ну, не перспективно, короче говоря. Много сил, много энергии, и выход маленький. Ну, я говорю, не-не-не, это вот новая технология абсолютно, продукт работает здесь и сейчас. Это было сказано по телефону. А это я увидела в реальности. У Татьяны, да, вот моей подружки, у нее через 10 минут восстановилось дыхание. Прошел вот этот свистящий приступ бронхиальной астмы. Вторая женщина, тоже моя знакомая, то есть не была посажена, так скажем, специально, да, она вот так сначала подняла руку, минут через 5 буквально, а через 20 минут она уже и так, и так, и чудеса эквилибристики начала показывать. И, конечно, мы все, ну, просто онемели. И, соответственно, нам это понравилось, что это работает, тем более было заявлено, что это 100% натуральный продукт, и понятно, что это вызвало уважение и доверие. Но сомнения нормальные у всех, как у всех нормальных людей, они были. Когда все закончилось, маркетинг-план рассказал, я увидела, что деньги есть, еще нюансы не поняла, но вижу, что деньги здесь есть. Потом еще не было никаких путешествий. Он сказал, мы планируем круиз вот по Атлантике из Нью-Йорка. Это было в 2012 году он прилетел ко мне. Это было в октябре, да, 29 октября я это помню. Вот. А круиз планировался на 13-й год в ноябре. Ну и сказал, кто-то выполнит промоушен, тот бесплатно полностью в этом круизе будет участвовать. Все нам очень все понравилось. Еще не была система обучения, не было бета-офиса, был, конечно, сайт, это понятно, не было еще никаких путешествий, не была собрана большая база по результатам, и этого не было. Ватсап, я не знаю, тогда, может быть, в принципе, его не было, но не было, короче, ватсапа, да, но не было этого. Был на тот момент, по-моему, скайп, потому что я разговаривала с ним по скайпу предварительно. Ну, он ушел, мы и остались девчонки, а были одни девчонки. Я говорю, девчонки, и как вам? Я говорю, да, гляньте, неужели это правда работает? Если это так реально работает, никакая подстава, ни наркота, там, а вдруг там наркотики. Ну, начали все вот эти измышления, а вдруг там наркотики, а вдруг там какие-то, ну, иммуноусилители, ну, вот различные предположения стали выдвигать. Ну, я говорю, наверняка есть документы, наверняка есть анализ, хотя тогда был минимум документов, только сертификаты, обязательные сертификации, ничего другого не было. Вот, ну, эти вопросы, конечно, я на следующий день, я говорю, кому это понравилось приходить на следующий день, будем регистрацию проводить. Мы тогда не было таких промоушен, как вот сейчас, сказал, что вот кто максимальный статус был на 1800, кто входит на 1800, мы дарим там 9 продуктов. О-о-о-о! Это сейчас мы избаловали 100%, 150, там, 200%, а тогда же, девчонки, ну, если продукт работает, маркетинг всем понравился, мы еще потом, правда, собрались, ну, вместе начали мозговой штурм обсуждать маркетинг, где здесь засада, где подводные камни. Это нормальная реакция, когда к вам люди приходят и сомневаются, что там, я не верю, что тут можно заработать, маркетинг, я не верю, что платят, где-то тут подводные камни, продукт там где-то что-то не доверяют, да, сейчас у нас есть доказательства, тогда была булая вера. Ну, и мы увидели результат на своих близких. И мы, конечно, все эти дружные кампании сразу вошли, и практически у нас 10 человек выполнили круиз тут же, в этот день. Это было 29 октября 2012 года, и нас просто несколько человек тогда уже в ноябре 2013 года, это был первый наш лайнер, карнивал сплендер, в Нью-Йорк, мы в Нью-Йорке жили, там экскурсии по Нью-Йорк, где Сергеевич все будет это круто организовать, ну, и потом были острова Багамы, фри-порт Насау, и какой-то второй вот остров тоже был. Ну, острова, в общем, различные были, и мы, конечно, в Майами заезжал наш корабль, наша последняя путешествия была из Майами, а это наш корабль Нью-Йорк, Майами, один остров Багамы, второй остров Багамы, какой-то менее известный остров. Мы были потрясены, вот для меня это был первый круиз. Вы понимаете, вот это, до этого, конечно, мы с семьей, там, Египет, Турция, ну, и дальше, по-моему, никуда не выезжали. А, еще дочери были в Израиле, там, на Мертвом море, и дальше никуда не выезжали. А тут круиз сразу, да я по Волге мечтала на круизе, думаю, круиз, это у меня мечта, и обязательно по Волге будет. А тут вам сразу Атлантика, сразу Нью-Йорк, Майами, Багамы, о которых, я думала, там только звезды, и где нам смертно быть. И, конечно, все это, ну, потрясло. Но потряс, конечно, сам продукт. Был абсолютно в надлежащей, ненадлежащей упаковке. То есть, была упаковка такой, пластмассовая, вустер, и там в насыпь были рассыпаны дрожжи. Поскольку они натуральные, они слепались друг к другу. И, естественно, получался чупа-чупс. Но вот этот чупа-чупс, которым мы предварительно, прежде чем угостить человека, как бы играючи, долго трясли, чтобы они там хоть это, рассыпались, он давал результат. Вот на этом компания вышла. На результатах. Это сейчас мы, об этом я в пятницу буду говорить, мне ПВК достался. Наши фишки, на чем сейчас держится компания, так масштабно завоевывает мир. Потому что есть на чем, есть очень мощная доказательная база, как юридическая, как документальная база, ну и так фактическая, то есть результат. А тогда все это вот только-только начиналось. Вы знаете, вот когда у нас с тем сегодня возражение, да, вот, и, конечно, мы будем это разбирать. Вот когда мне буквально вчера, Минсифрия здесь нет, сейчас придет, ага, сейчас придет, да, она вчера меня там соединила, я с ребенком гуляю на детской площадке, соединила, такой крутой лидер, из Тиньши, там пять звезд, я вообще ушла из Тиньши, бронзовым львом, денег там вообще нет. Но она такая, она такая жесткая, такие вопросы, и ты с ней, пожалуйста, поговори, я соединила. Ну, ладно, хорошо, соединяем, поговорим. И вот понимаете, когда у человека нет желания, что-то поменять в своей жизни, а есть желание прицепиться к чему-то, да, вот это как вопрос, я отвечаю, да-да-да, вот это вот так, вот такие юридические документы, в БЭКО все найдете вот это, вот это есть независимая экспертиза, такие-такие сертификаты. Не прокатывает. И вот все, что она говорила, на каждый ее пункт есть ответ у нас сегодня, тогда не было. Сегодня есть ответ на все эти возражения. И последнее, вот, что меня просто допекло, я корректно, всегда корректно, как бы человек не старался меня вывести из себя. Вот, соблюдаю, ну, тревожка кипит, но соблюдаю корректность. И ее вопрос, мне просто говорит, ну, вот у вас нет красной кнопки. Это что значит? Что вы имеете в виду? Вот, все есть. Но вот красные кнопки, я не знаю даже, что это такое. Что вы имеете в виду? Вот я бы так хотела, чтобы была красная кнопка, и чтобы я даже не думала, когда мне делать активность. Красная кнопка загорелась, автоматически сделали активность, и все, у вас ее нет. Я говорю, знаете, красной кнопки нет. Вам к нам не стоит приходить. Все есть. А красный кнопки нет. Поэтому, если у человека есть желание возражать, 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 он это будет делать. А наша задача все знать, отвечать, отвечать. И мы уже где-то на середине понимаем, что человеку это сто лет не нужно. Главное задать вопрос. Ответ можно уже и не слушать. Он и не нужен ему. Он заранее, хоть и не знает, но заранее говорит, он все знает, все ответы знает, и вообще все это ерунда и фигня. Я в таких случаях желаю человека здоровья, благополучия, счастья. Говорю, знаете, наш проект вам не подходит. До свидания. Вы могу, да, да, ну, не скажу прям до свидания там, нет, конечно. Я скажу, вы, конечно, достойнее лучшее. Ну, я лучше не нашла, поэтому зарабатываю 50-80 тысяч евро, я не зарабатываю. Может быть, где-то можно было бы лучше, но мне этого хватает. Как бы за силу мы и раскладываемся. Так что, поверила в компании, когда было голое место, когда мы получали всего два бонуса, это стартовый бонус и групповой, поскольку бы кофе не было, невозможно было просчитать структурный бонус и лидерский бонус. Невозможно было. И мы их и не получали, и все равно, когда ты приходишь, и вот там у меня, допустим, первый чек был 100 тысяч рублей, потом 300, 500 тысяч, для кого это может вау, но я-то пришла из компании уже успешной, до миллиона рублей это я получала, иногда чуть больше. И, конечно, я могу сказать, ну, нет, вот это не платят, это не платят, правда? Хороший момент придраться, хлопнуть дверью и уйти. Но у меня было абсолютное доверие Куликову. Вот абсолютное. Я видел, он старается, он хочет сделать компанию, ну, практически идеальную, практически идеальную компанию. И, наверное, вот это сработало, что я осталась в компании, через год ко мне подключилась Женя Мою, которую я знаю очень много лет, и, в общем, мы всегда относились друг к другу тепло, бережно, всегда уважали друг друга, всегда были лидерами, ну, познакомились в параллельных структурах, это было в компании Шубоша с прибором, и она была, я в другой ветке, но мы всегда тепло и с уважением относились друг к другу. Много зарабатывали там, конечно. Я пришла к вытуду за эти 18 лет. Вы знаете, в сетевом бизнесе есть деньги, большие деньги, это реальный бизнес, потому что я-то прошла ступени бюджета, я прошла ступени малого бизнеса, это кафе, это магазин, это автобус поставки цемента. Я начинала в сетевом бизнесе в той же компании Тинши, где я полтора года поработала, я поняла, денег нет, и в ближайшее время не предвидится. Я смотрела на своих лидеров, они еще до сих пор там, ну, смотрела, как они себя ведут, они экономят, там у них нет, ну, нет денег, не потому что я это осуждаю, господи, ну, учительницу в прошлом, что я там миллионы, что ли, ворочала. Вы понимаете, это не его осуждение, вообще человек струнный. Но я видела, что заявлены на дно, в реальности они ведут себя очень-очень сдержанно экономно, хотя это были звезды первой величины, ну, даже Лена Леонова, она начинала тогда компанию Тинши. И я видела, что то, что заявлено, там получены вертолеты, машины, это все было лизингом. От вертолета, естественно, она отказалась, поскольку нужно деньги платить, а денег она там особо не зарабатывала. С машиной она, в Мерселесном, там влезла в долги, с лизингом. История Жени Новиковой. Вот так. ЛР, это тоже вот, она там же влезла, вот в эти три с половиной, в лизинг, три с половиной миллиона долгов. Но я очень осторожно всегда выбирала компанию. И если я чувствовала, ну, вот как в Тинши, я ни слова плохого о продукте не скажу. Вообще в сетевых компаниях продукт хороший. А в сетевых компаниях, которые там 20-30 лет на рынке, ну, понятно, значит, там явно не плохой продукт. Другое дело, может, этот продукт тоже хороший в навалом на рынке, ну, то есть космический. Вот я никогда не хожу работать в косметические компании. Они все замечательные. Там Али Флейм, Эйвен, Мэри Кейт, ну, и так далее. Но извините, на каждом углу эти косметические компании. Зайдешь там, Ив Роше, в любой центр зайди. Литуаль, Ив Роше, там то-то, сё-то. Марки самые разные, все мировые бренды, глаза разбегаются. Есть ли смысл идти туда работать? Есть ли рассматривать как бизнес? Если рассматривать, зайти помадку купить, ну, там помадки, я не знаю, что-то купить, то, наверное, ничего страшного. Идите в любую компанию, покупайте там что-то, не обязательно оставлять свой автобус, то есть не обязательно там регистрироваться. Ну, то, что в сети есть деньги, я это почувствовала в компании Шубоши, в компании, в которой я 7 лет, я не меняла сейчас в компании, в которой я проработала 7 лет, и зарабатывала там хорошие деньги, уже научилась анализировать, вот, критерии выбора компании, на что нужно опираться, когда смотришь компанию, не потому, что туда пошла твоя подруга, или замечательный человек, соседка туда пригласила, нет, если мы идем, мы несем деньги, хотим зарабатывать, то мы должны очень четко для себя критерии, если вот это, это, это с критерием тоже познакомлю, если все это есть, тогда стоит присмотреться к этой компании. Ну, я сказала, что в сетевом бизнесе есть деньги, не во всех компаниях, и в большинстве их просто нет, этих денег, сколько бы лет вы туда не работали, вот просто знаю одного замечательного человека, который 15-18 лет в Алифлейме, ну, зарабатывает там 50 тысяч рублей, 18 лет жизни, это вообще отрезок огромной жизни, не то, что я не ругаю компанию Алифлейм, и она с такими большими лидерскими задатками, и зарабатывает 50 тысяч, и для нее это, понимаете, ну, она дробнула, она подписала контракт у нас, когда она открыла свой бэк-офис, и показала свои бонусы, сказала, это возможно, это нереально, это невозможно, я 18 лет потратила на эту компанию, и довольная хоть 50 тысяч рублей, условно говоря, для воробьевых тоже деньги, люди с утра до вечера ходят на работу, те же экономисты, там, бухгалтеры, 35-50, это, да и в Москве не больно тоже платят, только топ-менеджерам, но все-таки, правильно выбрать компанию, это залог успеха, опираться на четкие критерии, это залог успеха, изучить всю информацию, по данному проекту, который вы выбрали, ну, в данном случае, ИПЛ, надо информацию знать, легче работать, намного, не обязательно, с кем вы встречаетесь, вываливать всю эту информацию на него, но намного легче работать, если у вас на каждом изражении есть аргумент, аргумент, не эмоция, а именно аргумент, тогда просто легче работать, ну, и, конечно, проявить в этом направлении, я никогда не работала в двух компании, некоторые говорят, да пойдем там за, себе там, какой-то запасной аэродром, или еще что-то придумывай, да, дашь, да, да ты только подпишись, будь с потребителем у нас, если мне что понравится, я у тебя куплю, но концентрация энергии должна быть в одном проекте, в этом один из секретов, один из огромных таких платформ, баз успеха, я всегда этот пример привожу, потому что сама все время была шокирована, в свое время был такой остров на Амуре, Халкингл, по-моему, назывался, ну, вот куда китайцы, там напали, вырезали, да, наши, да, вы знаете, его за одну ночь потопили, лазарем, сожгли и утопились, а, Даманский, Даманский, да, 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 вот так, ну, я с историей, не очень, вот, я была настолько потрясена, вот самим фактом, концентрация энергии, в виде лазаря, луча, сотворила вот такое чудо, утопить огромный остров, со строениями, с инфраструктурой, и так далее, это концентрация энергии, мы знаем, всем в мире движет энергия, всем в мире движет энергия, а если мы чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, чуть-чуть еще в какую-то компанию, толку не будет, мы там чуть-чуть, а может и ничего, вот здесь чуть-чуть, может и ничего, а потом говорим, ой, EPL, или не важно, какая компания, короче, не говорим плохо, на самом деле, мы не приложили энергию, не сконцентрировали ее в одном месте, и если мы все это сделаем, то я вам реально говорю, компания EPL, это золотые слитки, просто золотые слитки, для любого человека, но только для тех, кто умеет концентрироваться, кто умеет преодолевать сложности, кто знает материал, с чем он работает, кто в конце концов просто целеустремленный, ну, в общем-то, золотые слитки, но только для упорных людей, помните, в Америку все вернулись, да, в Северной Америке, где там золото добывать, да, клондайк, да, клондайк, но не все добыли золото, кто-то не дошел, кто-то там сложности были, свернул с полпути, но кто дошел, кто потом копал, 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 и масса притч на эту тему есть, да, что вот один копал, копал, и там, не знаю, полметра осталось до этого клондайка с золотом, но он устал, полметр, все это бесполезно, ухожусь, вот так и в сети, так и в сетевом, так и в компании ИПЛ. Ну, а о тем, на ремизикане я просила тему раскрыть, возражения, вот с каким возражением вы встречаетесь, потому что в каждом регионе плюс-минус одинаковые, одинаковые, но есть и нюансы в зависимости от региона, Москва это понятно, вот давайте мы запишем возражения, это первое возражение поступило, обычно, я все-таки на первое место другое поставлю, на второе плохое, они первое и второе, они как бы, ну, перекликаются, первое, чаще всего, я не верю, встречаетесь? я не верю, конкретно, всегда задавайте вопрос, во что не верите, конкретно, в компанию, ну, обычно говорят, так, в компанию не верю, там, в сетевой бизнес, вообще не верю, что есть такая индукция, да, в продукт не верю, в продукт не верю, что деньги можно заработать, то есть маркетинг, не верю, встречалось вам такое? или нет? встречалось, в груди придем к встречать, плохотрон, но это из-за этой же серии, как бы, да, считать, что это аллахотрон, еще какие вопросы, возражения, вам задают на встрече? это сетевая? это сетевая? сетевой? это пирамида? отлично, да, это пирамида? не мое, пирамида, не помнишь, на Камчатке, не мое, не мое, там верховки зарабатывают, я уже не успею зарабатывать, я уже не успею зарабатывать, я уже все смею, для обычных платных, да, верх, мешки, очень хорошая, очень хорошая, очень хорошая, продавать, уговаривать, правильно, продавать, тюрьмы, спихивать, спихивать, это же, это же идея, да, продавать, уговаривать, тюрьмы, спихивать, стуки и так далее, нет кнопки, я про горячую кнопку рассказала, вот все есть, а горячую кнопку, нет, но это первый раз я встретила, надо сказать, кнопка должна быть красная, нет кнопки, это все, все остальное не считается, нет времени, нет времени, нет, прям вообще, нет времени, не получится, не получится, я уже сказала, не некогда бизнесом заниматься, не работать надо, ответ, она на это возражение сама и ответила, а у Просфера Марины, это французские писатели, есть такие слова, бедным людям, никогда нет времени стать богатыми, но они же работают, ну а флорацию мы знаем, не получится, где я, где бизнес, что-что, где я, где бизнес, где я, где бизнес, ну это вот так, слово не получится, какие еще у нас есть, нет денег, нет денег, нет денег, вот этот вообще-то вопрос, всеобъемлющий, он практически содержит ответы на все остальные возражения, нет, что-то времени, нет времени, нет денег, нет денег, нет денег, нет денег, если она вкладывалась, вы надоело вкладывать, опять не получится, не получится. Разочарование своего предыдущего компаниям и боятся англо-рус. Ага. Разочарование. Разочарование. Ну еще у месяца пару возражений на схемы. Вчера вот у Васи сказал, я бы пришел сюда, но я хочу инвестиции. У меня много денег. А сам сын, я думаю, вряд ли у него много денег. А у ребенка аллергия. Я не верю, если бы аллергия, то вылечили бы и все бы знали про Ваш продукт. Цель. Я думаю, потому что. Цель. Очень хорошо. Там нам, чтобы не упустить. Вот это просто двойная сила. А если такой хороший продукт, почему Вы по телевизору не идете? Да, да. Почему нет продуктов? Почему в аптеках не было? Ну и шестнадцатый мы чаем аптека, да? Да. Аптека, прям вот тоже не больно. Ну, чаще всего именно вот это и встречается. Фактически, если мы разберем вот этот вопрос, я не верю. Он, ну не все, но в основном все остальное как бы снимаем. Да? С него и начнем. Вы знаете технологию, теорию, как правильно работать с возражениями. Теория, изначально мы любим того человека, который нам эти возражения выкладывает. Даже если он к нам или к компании там агрессивно настроен, некорректно себя ведет. Ну, если уж совсем наглый, то, конечно, мы и останавливаем. Да, если он, ну, некорректно задает вопрос. И вообще, изначально он ничего не хочет знать и мы это чувствуем. Ему главное задать вопрос, не важно какой ответ будет звучать, в него не верю, вот не верю, не верю и не верю. Вот. Мы должны набраться спокойствия и обязательно, мы любим его первое, мы к нему позитивно настроены и мы обязательно говорим ярость и внимание. Я тоже, когда пришел сюда, вот я себе говорю, это искренне. Я тоже прошла все то, что вы сейчас говорите, вы озвучиваете то, что озвучила я первый раз, когда услышала эту информацию. То есть мы приняли его позиции, согласитесь, большинство людей, которые, ну, первый раз слушают информацию, ну, почему они должны верить-то? В принципе-то, да? Раз у нас же как, ТВ, это прям вот все. Раз по ТВ нет, то все-все остальное ерунда. То есть, ну, народ зомбирован теми информационными модулями, которые обрушиваются на нас с наших экранов. И кто смотрит телевизор, вот это для него все прям вот про него. Это не верю, это не верю, на телевидении не сказали, мало что не сказала, значит, это все не так. Значит, это все не стоит того, чтобы рассматривать. Поэтому мы вот этот большой, ну, помним, да, мы позитивно настроим, терпим все приколы и уколы в наш адрес, обязательно в чем-то соглашаемся в своей первой начальной фразе, говорим, да, я тоже так думал, да, я тоже так считал. Ну, поскольку я вот лично, мне это легко говорить, потому что я лично тоже были большие сомнения. И в сетевом бизнесе, когда шла в свою первую компанию, ну и так далее. И начинаем конкретно задавать вопросы, если рассматриваем, я не верю. Вы не верите во что? В компанию, в саму ИПЛ, в ее президента, в ее руководителей. Во что изначально вы не верите? Да не верю, вот, и в компанию не верю. А что вы знаете, допустим, о нашем президенте? Что вы знаете о лице-президенте? О нашем руководстве? Что-то смотрели, что-то читали? Нет, ничего не читал, ничего не знаю, не верю, и это все лохотройщики. Я в таких случаях говорю, ну, вы хотите о них узнать? Или вам все равно? Лохотроны, все приговоры, и вы так решили, точка поставлена. Ну, почему? Можно и... Я обязательно даю ролик вот о нашем руководстве. Знаете, такой короткий, да, двухминутный, о нашем руководстве. Я сказала, хотите, вместе прям в телефоне открываем, вместе посмотрим. Я там могу выйти, вы пока посмотрите, да, ну, вот этот ролик о руководстве. Разве эти люди вам не внушают доверие? Молодые, образованные, успешные, рассказывая о каждом человеке. Куликов, ведь у него, ну, театральная лада не закончена, у него гуманитарный университет образования, у него духовное училище, он вообще теософ, то есть он разбирается в религию, он это изучал. Он еще не говорил, что, не знаю, может быть, магистратуру защититься, там не обязательно быть священником, ну, доктор теософских наук. Ну, как, например, у нас преподаватель академии, духовной академии, Владимира Ильич, как его фамилия выглядела, Лукьяна. А? Лукьяна? Это всегда ВУЗ был элитный. Он из Кирова поступил туда самостоятельно, с отличием и закончил. Получил второе образование юридическое. Прошел армию. Возглавлял областную организацию, ну, тогда это называлось он, торговли, областное управление торговли. У него огромный опыт руководителя. В 90-е годы он занимался крупнейшим бизнесом. Тогда были зачеты, я не занималась, знаю, что это такое. Многие на кладбище лежат, кто занимался зачетами. Это проходили огромные суммы денег. Знаете, платежная система была. Взаимозачеты, взаимозачеты. Но это миллионы. И мне Александр Михайлович говорил, многие мои друзья на кладбище. Если, говорит, на тот момент, не я как бы Чебоксары, это из Кирова, а там Кирова, это лес. Это миллиарды. Это там все, что было, я бы тоже там был среди них. То есть человек с огромным опытом. Он знает и сеть. Потому что в 2000 году он приходил в сетевую компанию. Работал в сетевой компании. Он знает этот бизнес изнутри. И если такие люди работали, Куликов работал в сетевой компании. Молодой пацан, 17 лет, приехал в Европу, в ЕС, и создал структуру в 30 тысяч человек. Это компания Эйджел. И когда у него отобрали эту структуру, ну перевели там под вышестоящую, из-под него увели. Он ушел и сказал, я создал свою компанию, где все будет очень справедливо. То есть он имеет опыт и сетевика, и организатора бизнеса. Ну и говорю, конечно, Пешкинский Борис Анатольевич, генеральный директор. Мы такие вещи просто должны знать, чтобы оппонировать. Почему я говорю? Знание – это сила. Я всегда это говорю. Мы должны оппонировать не эмоциями, а, а не такие сети, а просто реально знать жизнь этих людей. Борис Анатольевич Пешкинс – это менеджер вообще мирового уровня. Он первый в России раскручивал многие автомобильные бренды, ну, зарубежных автомобилей. Он знает несколько иностранных языков. Это человек, который во многих правительствах имеет связи. Я в этом убеждена. И это факт. Когда мы были в Италии, у нас был круиз, и мы должны были по Средиземному морю. Это Франция, Испания, Италия. И мы должны, когда пришвартовался наш корабль в Риме, мы должны были из разных городов полетать. Кто из Милана, кто из Рима. И мы ехали в аэропорт, мы попали под ужасную погоду. А это море, обрыв и вот такая дорога. Понимаете? И мосты между ущельями, вот такие мосты, а внизу вот такая пропасть. И вот я это помню, ужас и страх. Вот этот ливень, камни летят, а тут горы. Камни летят. И мы проехали вот этот мост, и обрушился, как это называется, обвал был, да? И то есть перегородил дорогу, мост постоял. И за нами автобус ехал, они не попали в аэропорт. Мы улетели, благополучно, а Киргизы, там автобус Киргизы был, они не попали в аэропорт. Естественно, их самолет в Бишкек улетел, а билеты на него. И, в общем, компания, авиакомпания сказала, ну это не наши проблемы, мы опоздали, могли бы там заранее, домыли и так далее. Короче, отказали, а люди все пристратились. Понимаете, мы как в успальню пришли, в Барселону начали гулять. Я думаю, Киргизы там все скупили, вообще все что там было. Деньги зарабатывают, скупали, ну просто сметали все. И Борис Анатольевич, речь о нем, он пошел в правительство, посольство, правительство пошел, и он договорился, выделили отдельно самолет, ну как чартер, что ли, отдельно самолет в Бишкек, и люди улетели. Да, они сутки провели в аэропарк, без денег, все оставили в Барселоне, без денег, но он договорился, и людей вывезли. Это вот такие надежные люди. Понимаете, вот я в разведку, вот со всеми тремя вот этими китами нашего руководства, говорят, в тыл к любому врагу. Эта вот проверка прошла, и не единожды. И со Степановым столько было ситуаций, мы с ним поехали, тогда только начинала работать Ирина, запрой, а то высохнет. Вы знаете, полы факты ни о чем, поэтому я буду иллюстрировать из своей жизни, почему у меня такая вера, такое доверие к этим людям. В Владивосток мы только Ирину подписали, Женя оттуда приехала в Хабаровск, и Куликов говорит, звонит Лев, Ирина Семеновна, вот со Степановым летите недели на две во Владивосток. У меня были другие планы, но раз он сказал, хорошо, Сергей Сергеевич. Вы знаете, мы с ним проехали там, уссурист, партизанск, и через садьбу, это была весна, медведи выходили на дорогу. Ой, как вот Камчатка. Бог из Татани. Ну, на Камчатках у нас все хорошо. Ну и со Степаном, он в сложных ситуациях, там перевалы, это было и находка, это был уссурист, это был какой-то партизанск. И еще какие-то несколько городов, я и название уже их не помню, да, и порой это через перевалы, он, Ирина, хорошо, вот машину Полстихина, он ее отбирал руль, сам за рулем, и разница во времени. Бывало так, что в 4 утра он видит, что я там в скайпе или где-то, звонит, говорит, вы не спите, я говорю, нет, потому что у нас это день, разгар рабочего дня. Он говорит, ну я тоже уснуть не могу, а в 9 Ирина к нам заезжала. Он говорит, ну пойдемте в ресторан наверх, вот тогда позавтракали, поужинали, что это было. Да, ну позавтракали, поужинали, где-то уже ближе к 8, ну сейчас Ирина подъедет. Оделись и поехали. И он сел за руль, я там где-то придремнула в дороге, где-то как-то, а он сел за руль, за руль ехал и так же работал. И так 2 недели. Понимаете, это настолько надежные, проверенные люди, они умеют работать. С Куликовым я куда только не вылетала. Мы с ним ставили нашу систему ГО. Первые начинали с Махачкалы, Степанов, Куликов и я. Потом полетели в Бишкек. Это параллельные мне ветки вообще-то. В Бишкек то же самое внедряли в Би-Би-Эс. Сейчас у нас все как по маслу в Би-Би-Эс. А когда только это начинали, все это внедряли вместе. Я не знаю, я за этими людьми и в огонь и в воду. Проверенные, надежные, честные, порядочные люди. И таким людям можно доверять свой бизнес и в какой-то степени свою судьбу в этом бизнесе. Потому что это люди надежные. И тот, кто работал с нашими ребятами, с нашей молодежью. Константин Иванов. Это настолько человек умный, интеллект, масштаб, охват, мыслительные процессы. Да и весь креативный отдел, весь IT отдел, финансовый отдел. Это профи. Это настоящие профи. И мы знаем, что рыба и гниет с головой, но и процветает, и здоровье, как человек. Все начинается с головы. Вот у нас голова замечательная, надежная. О каждом, и даже о Косте Иванове, я могу на час рассказывать, что это за человек. О каждого из них. Это настоящая команда профессионалов, за которым можно идти. Теперь по поводу неверимых компаний. Вы знаете, это даже не мой вывод, это анализ. Это и есть статистика. Статистика – вещь вообще прямая. Тут с целью не поспоришь. Вот статистика говорит. В сетевом бизнесе, не только в сетевом, в традиционном бизнесе, малый бизнес, который начинает на пустом, на ровном месте что-то делать, из 100% начинающих компаний через 5 лет остается 5%. Из них выживают и движутся вперед, а развиваются 2%. Посмотрите эту статистику, найдите ее и посмотрите. Компания наша 7 лет будет в ноябре на рынке. И начинала с Казахстана и Киргизии, потом России, сегодня 52 страны мира. Строится завод в Майами. Не в Майами, в США. Минзефа, вы же были там в офисе, да? В Майами? А, не была, да? Но Куликов сказал, что уже все, земля выделена, они начинают, он говорит, я начинаю инвестировать деньги в строительство завода в США, чтобы через море из Молдавии там груз не отправлять. Женя была. Женя, там, Зумруд, Лачу. Зумруд. Я как раз улетела, не могла попасть. А где их завод? А? А где их завод? Я, честно говоря, даже и не знаю. Он назвал эту территорию? Ну, я в США не так хорошо знаю, и поэтому где-то на границе Канады с США, это там будет завод. Так вот, наша компания выжила, не просто выжила, а мощно развивается, 50 с лишним стран открытых, которые говорят о том, что проект-то перспективный, надежный, выжил, прошел через все трудности. И сразу хочу сказать, что многие говорят, да, они там первые, вот там какой-то у нас вопрос, вот они там и гребут деньги, а мы-то что, нам уже ничего не доставится. Вот первые, кто приходит, они ворочают булышники. Некоторые говорят, ой, я пойду в ту компанию, она только-только пришла, стартап. Вот этот стартап не то выживет через два года, не то благополучно сгенет, канет в лето. И побежали табуном в стартап, только начинается, вот у нас предоткрытие. Меня же запутали, я же знаю. Вот у нас предоткрытие, вот у нас официальное открытие осенью и так далее. Причем это не важно, китайская компания, которая очень часто так и не открывается легально, так и остается полулегальным. Или там немецкая компания, или там американская компания. Я не хочу сейчас называть эти компании, которые приходили 2-3 года и исчезали. Где-то они работают, но в России они так и не смогли, или не захотели легализоваться, и просто исчезли. И вот эти стартапы, для новичков этот момент привлекательный. Я пришла в компанию не потому, что я была первой, я понимала, что разгребать вот эти булыжники. Что того нет, этого нет, вот это меня не устраивает, вот это не устраивает. Вот миллион пунктов, которые не устраивали. И я их озвучила Сергею Сергеевичу, но ты с Медомой вместе все преодолею. У него фраза «пойдемте за мной», вы никогда об этом не пожалеете. Он очень много лидеров это говорил. И вот реально лидеры, которые пошли, выдержали какие-то первоэтапные сложности. Ну о чем жалеть? Жизнь удалась, называется, с компанией ПЛ. Так вот, компания выжила, я прошла через все эти сложности. Я их даже перечислять не буду, их было достаточно много сегодня. Они практически все устранены, кроме красной кнопки. А так, практически все устранены эти сложности. И вообще, я их делаю все дальше. Да, и конечно, она развивается. Планы у Телекова, маршал, буквально вчера он мне звонил, вечером разговаривали. Вот, он в этот момент, вы уже подтвердили за две недели, полута амбассадора, ну, как вторично, можно как-то двигаться вперед. И все, следить за каждым. Ну, жена только за роддом пришла, там ребенок еще вот такой крошечный, понимаете. Он отследил, назвал мне у кого какие товарообороты, ну, лидерскую группу, да. Кто к каким квалификациям движется, там, что урачен, там, что у меня. Он говорит, вы смотрели, а я брать не могу. А я неделю не заходила в БКО, все, ну, какие другие дела, дела другие. И все, если заходил, кто просит деньги, там, перевезти электронные деньги. Перевела и быстро закрыла и другим делом занимаюсь, да. Я говорю, если честно, нет. А у вас вот такой, за две недели товарооборот. Вот сейчас вот еще не закончился период, у вас вот такой товарооборот. Вот туда обратить внимание, вот на это обратить. Сделал мне полный анализ. Вот просто, вы знаете, я не имею. Или как Мария Аус говорит, я балдю. Это ее прям любимое слово. Любимое слово. Я не имею. Вот снимаю шляпу перед этим человеком. Настоящий руководитель, настоящий человек. И когда Ольга-то рожала там, в Майами, они увидели отношение внимательное. Хватит деньги же, люди, да. Очень внимательное и бережное отношение. Сразу появился пост, если вы заметили. Что вы знаете, секрет успеха – это забота о людях. Пригласили человека, не бросайте его. Заботьтесь о нем. Не знаю, помогайте ему в его шансах. Ну, если он этого хочет. Бывает, что человеку, ты ему хочешь помочь, он говорит, не надо. Мне не нужно, да. Двигайте его, заботьтесь, ведите его по пути успеха. Это так вообще на самом деле трогательно. Это некрасивые слова. У Сергея Куревого это факт. Вот эти все шесть лет, что я рядом с ним, я всегда чувствовала его плечо, его заботу. И даже тогда, когда я не верила, я помню, мы же завернували тогда квалификацию управляющего по одной ветке. 10 тысяч пиви. Корпоративные 25 тысяч пиви по одной ветке. Там остается 2-3 дня, там у меня, он говорил, 7 тысяч пиви не хватает до корпоративного. Он говорит, у вас получится. Давайте, ну, 2 дня, 7 тысяч пиви. Но это когда большая же и огромная структура, это ни о чем. А когда еще все только формируется, это сложно. Он говорит, у вас получится. Хотите, я сейчас слетаю, у меня-то особая ветка Уфа была. Хотите, я полечу в Уфу, я сейчас там возбудю народ. А я в другом каком-нибудь месте была. Я говорю, ну, Сергей Сергеевич, ну ладно, может быть, как-то я сам своими силами. Он мне уже на второй день звонит. Даже на второй день несколько часов прожил. Ну, я в Уфе. Понимаете, это вот такой человек. Я не знаю, как нужно не верить в этих людей, не верить в эту компанию, когда есть факты. Мы рассмотрим факты. Мы все знаем, поэтому без комментариев. Свой завод. Есть? Есть. Все виды бонуса, заявленные, вот эти пять видов бонусов, получаем. Ну, кто работает? Получаем. Деньги нам платят продуктом или все-таки на карточку? Электронными деньгами? Ну, и на карточку. То есть платят деньгами. Получаем деньги. Бывает задержка. Вот я, например, вижу, что что-то много денег накопилось, да? Думаю, нет, нужно как-то попридержать. Может, немцы там возьмут электронные деньги, может, еще кому-то, ты знаешь, все это, типа, да? Кому-то потребуется. Костя, вот 30 тысяч, если евро остается, от резерва не перечислять. То, что взаимовыручка у нас идет вот электронными деньгами, да? Но они готовы, они перечисляют ими баночками, и с кляточками, и кузырьками, как во многих компаниях. Кто знает такое? Есть такое, есть такое. Бери, так, отработал, получил три копейки. Ну, на три копейки ты возьми, опять же, этот продукт. Компания с нами себя ведет очень честно. Поэтому, это факт. Это то факт. И, вы знаете, нам, вот, лидерам, и кто вообще не лидер, только начал работать. Например, мы выступали в Чебоксарах, вот я была, да, после Майами. И Шерфудин Вайрат выходит и говорит, вы знаете, а мой чек за июль составил там 316 тысяч рублей. Он говорит, ну, я еще как бы недоволен этим чеком, конечно, стремлюсь к лучшему. Но вы подумайте, молодой человек, он юрист, он в своей юридической конторе работает адвокатом. Да заработал 100 тысяч рублей, это в лучшем случае, был бы счастлив и доволен. Потому что еще нужно побегать, еще нужно найти работу. А здесь он 316 тысяч рублей. Ну, у меня есть там, у него действительно есть люди, которые выдвинут его. Пирс, Турция, Гульнара, ты, я и всем нам хорошо. Очень сильный лидер Стенерифа, Гульнара. Есть люди, которые, говорит, они меня выдвинули. Это реальные факты. Деньги в компании есть. Компании выплачивают честно. Зарабатывайте. А кто не зарабатывает, обратите внимание на себя, не на компанию. Компания здесь ни при чем. Насколько вы последовательны, целенаправленно действуете или работаете по настроению. Насколько вы знаете материал, насколько вы готовы любому оппоненту дать достойный ответ. Ну, в принципе, насколько вы действуете. Только действие дает результат. Все, это безоговорочно. Но компания с моей стороны все это делает. Вот ИПМ это реальный бизнес под ключ. Реально. Это тысячу фактов. Все есть сертификаты. Все доединовые, даже больше. Я была на... Я люблю вообще ездить по городам и присутствовать на БиБиЭс. Была на БиБиЭс в Ухе, и там выступал потрясающий врач. Лидия Ивана Кокошкин, как ее фамилия. В прошлом она возглавляла отдел, по-моему, сейчас там работает областной отдел, даже республиканский отдел по сертификации. Она сертификатов знает все и больше. Оказывается, они еще и по цвету отличаются. Обязательная сертификация, добровольная сертификация. И она говорит, у УПМ есть все сертификаты, которые только возможны. Назвала вот номера такие-то, такие. Это обязательная сертификация. Номера вот такие-то, такие. Этот цвет там розовый, по-моему. Это сертификация добровольная. Я уже не говорю международные стандарты. И ИСО. И ТЮФ сертификат. Вы знаете, как вы дает сертификат ТЮФ. Мне Сергей Сергеевич рассказывал, когда австрийцы – это европейский сертификат, действующий вообще на весь мир. ТЮФ – это международный признанный сертификат высокого качества. Где проверяется не только сам продукт, не только проверяется состав этого продукта. Ну, в Израиле понятно, там и проверять нечего, но проверяем. Проверяли, они и израильские поставки проверили. Проверяется металл на станках, проверяется краска на коробках. Фольга у нас, медицинские близкие. Фольга, в которой пакуется этот продукт. Воздух в помещении. Берется пробы, микробиологические пробы. Со стен, ну, со всего, что возможно. И только на основании всех вот этих выдает сертификат ТЮФ. Его признают во всех странах мира. Этот сертификат у нас имеется. И это факт. То есть, это неопровержимый факт. Все сертификаты ИСО, сертификат Хаяль, Кашрут сертификат, который очень важен для всех еврейских общин, которые по всему миру. Мы в Майами познакомились на пляже. Очень богатые люди, бриллиантовые короли Нью-Йорка. Наши бывшие сограждане из Узбекистана. Евреи. И у жены крючок не поднимались. Мы были так рады с Царик Хорьевичем. Не может. Муж с нее снимал одежды. И мы угостили ее свайдом. С большой осторожностью. Не хотела. Когда угощает незнакомых людей, обязательно из этого блистера положить на себе тоже, чтобы человек видел. Что из того же места. Она с большой осторожностью не хотела. Мы ее убедили, что попробуют. Но видите, мы же вот оттуда взяли. Вам поможем. Вы завтра придете, у вас рука уже будет вверху подниматься. Ну и с собой ей там остатки от блистера. На штуке 4 дали. Вы знаете, на следующий день они сами к нам подошли. А муж ее занимается бриллиантами. Они очень богатые. Там поместье под нее. Ну все на свете даже больше. Но здоровить нужно всем. И бедная, но богатая. А рука-то не поднимается. Футболку надеть, снять. Это все муж делает. Потому что она не может поднять руку. И на следующий день приходит. Вы знаете, немножко так скептически. Она говорит, да, вроде как лучше стало. Ну и они подошли на пляж. Мы уже лежим. Ну и она берет эту футболку. Снимает себя. Ага. Видим, как лучше стало. А у немцев, как у нее на языке-то не задержится. Она говорит, да мы видим. Немножко лучше стало. Даже сами раздеваетесь. Не прибегаясь. Ну да, помогло. То есть продукт работает. И первый вопрос, который они задают, прежде чем взять в рот. А кашрут есть? Мы иногда открываем вайп-офис. Вайпоне. И там на пляже, кстати. Вайпай. Открываем, показываем. Вот кашрут. 12 степени. Самый высокий сертификат в кашруте. Все это в вайп-офисе есть. Все это мы можем показать. Все это заявлено. Все это можно проверить. Если раньше нам говорили, а сертификаты, вы там их напечатали, нарисовали и так далее. Это можно было услышать. Но сейчас это не прокатит. Есть номер сертификата, который можно в том или ином сертификационном органе проверить, есть это или нет. Поэтому тот, кто вам так скажет, он далек от современной действительности. Вы можете сказать, давайте проверим. Есть же база. Можем зайти в интернет, войти в эту организацию, выдавшись сертификат и найти. Я его нарисовала или все-таки организация это дала. У компании есть все возможные сертификаты. Это как раз о надежности компании. Она не жалеет, она вкладывает деньги. Потому что все это стоит денег. Сделать бы один там сертификат, обязательно и до свидания. Есть сертификат, есть. Не перегерешься, нет. А у них там и добровольные, и такие, и такие, и такие. Все возможные сертификаты есть. И все это в ВПО все отражено. Поэтому кто говорит, я не верю в компанию, тот ничего не знаете. Вы деликатно все это рассказываете. Если человеку это интересно. А то он может задал вопрос, а он сказал, не верю. Да, не хочу я даже слушать. Все, понятно. Сыпать как бисер не нужно. Теперь по поводу продукта. Что продукт так работал, а почему его на ТВ не показывают? А почему, и миллион вопросов, а почему его нет в аптеках? И так далее. То, что продукт рабочий, мы всегда говорим, это новая технология. А, новая, то непонятно. Там может быть наркотики, там то и сё. Всегда говорите, что продукт имеет помимо сертификатов независимую экспертизу. У всех она должна быть в электронном виде. Вот эти, я вообще говорю, скучные вещи. Очень полезные. Ну, как бы, но они на самом деле это факты. Потому что факты требуют фактического материала. Поэтому обязательно показывайте независимую экспертизу. Покажите, у кого она есть в электронном виде или в распечатанном виде. Ребята, очень мало людей. Срочно займитесь. Да, Галочка, тебе я высылала, да? Есть. Срочно займитесь. У кого нет, обратитесь к своим спонсорам. Леночка, у тебя есть независимая экспертиза в городе УПА, который сделал за свои деньги в УЛАД-Ди-Гей? Нет. Срочно мне почту, я тебе вышлю. В персонале. Да. Все это есть. Доказательная база огромная. Поэтому то, что такая технология существует, вот не прицепляет за слово патент, а номер патента, и все. Это сама технология выкупена. Не патент, а сама технология. Патент у них там, кстати, много разработок. И вот на основании вот этой технологии, стоп у нас, например, на основании вот этой технологии создавал доктор Агаткин. И я свидетель этого, он выступал перед нами, это была летняя академия в Москве, и доктор Агаткин выступал. А вы, может, это в роликах увидите. Все это ролики, и все это можно. То есть у нас своя технология, которой нет в мире. И по этой технологии создается продукт на основе всех тех рецептов, которые в них заложены, это Айуреды, Тибет, Алисена. Более того, хочу сказать, когда мы были, ничего же материала не было, когда начинали работать, я помню, за свои деньги я пригласила академика Богдана. Я почему, не Ицкий? Городецкий. Богдан Владимирович Городецкий. Городецкий, вот, Городецкий. Я его приглашала. И у меня, он на весь день лекцию читал по этому продукту, рассказывал по каждому ингредиенту, как это работает. То есть академик подтвердил тогда нам, когда не было веры, подтвердил, что это абсолютно рабочий инструмент, попадая за счет мелких частиц, попадая внутрь клетки. Это работает. Результатов полно. В таких случаях отсылайте на результаты ролики. Результаты вы их копите. У нас вот отдельный чат сейчас появился, где-то здоровый мир, по-моему, да, в WhatsApp появился чат и здоровый мир. У нас у каждого там лидера есть свои, у нас счастливые местью творожью есть чат, где только результаты. Ни поздравлений, ни информации, только результаты по продукту. Для чего это нужно? Чтобы легко было человеку раз-раз-раз оттуда ссылки нашмырять, смотри, ищи ролики в Ютьюбе, и веришь, не веришь, ищи свою проблему. А если люди с фотографиями, меня, например, вразумило лицо мужчин, красивый такой, все лицо в язвах. Помните фотографии? Еще есть видеоролик. И потом, это же мужчина, это же лицо, но абсолютно чистое. И есть видеоролики, я уже говорю, Наташа Бусеев, ее ноги до и после, ну и так далее. Вот эти материалы для человека убедительные, я думаю, всегда говорю, вот вы в аптеку верите, а вы знаете официальную статистику, что в аптеке 80% ненужных лекарств. Чисто бизнес, абсолютно ненужных лекарств. И из них, из 20 оставшихся, может быть 5%, которые реально спасают человека, реально дают результат. Мы не можем поставить крест на фармацептике. 5%, но вы же верите, вы же идете и думаете, все, что вы купили в аптеке, даже если это находится в 80%, то это здорово и классно. А официальная статистика говорит, что там много подделки, много ненужных лекарств. Если вы не хотите в статистике копаться, прочитайте книгу Мясников, книгу доктора Мясникова, знаете, он заведовал в Кремлевской больнице, сейчас ходит в программу по здоровью, как ведущий, не знаю какую, но по здоровью что-то ведет он, да. У него есть книга «Жить дольше 50 лет», где он просто обрушивается на фармацептику и говорит, вот эти лекарства ненужные, ненужные, бесполезные, ненужные, вредные, опасные и так далее. А Чазов в свое время сказал, академик Евгения Чазов, тоже кремлевский врач, возглавлявший кремлевскую больницу, кардиолог, который сказал, и это в книгах его можно найти, даже в интернете сегодня можно найти, где сказал, чем больше мы лечим гипертонию, тем быстрее приближаем лентальный исход. Чем больше лечим гипертонию, парадокс врач говорит, если бы я сказала, ну понятно, гонят на врачей, да, тем быстрее мы приближаем лентальный исход. Эта информация, она в открытом доступе, ее можем найти. И вы в аптеку, однако, верите и идете. Еще вот я была поражена, вот я еще в Липецке жила, когда, ну это было 5 лет назад, я давала человеку информацию, она говорит, да я что-то вообще не верю, вот у меня гипертония, я вот уже болею там 10-15 лет, я хожу к своему врачу, вот я ей доверяю, она гипертоник с 30-летним стажем, и вот я ей доверяю, к ней схожу. Я говорю, а вы не чувствуете в этом? Если гипертоник, врач с 30-летним стажем себя не вылечила, она вылечит вас, понимаете, люди даже диссонанс не чувствуют в том, о чем они говорят. Ну, синдром белого халата существует, и слава Богу, что у нас есть врачи, профессиональные врачи, и я всегда говорю, Анина Сирикович, у нас это просто, так идете, сдайте кровь, сдайте то, сдайте это, поначалу так и было. Потом придете с этими анализами, я их фотографирую, анализ остается у вас, вы кушаете наш продукт, и я вам даю 150% гарантии, если вы пойдете, сдадите кровь, уже через 2 недели будут другие показатели, один в один. Вот это и есть доверие к продукту. Ну, у нее большая практика еще с диагностикой, она 100% знает, что продукт сработает. Поэтому, по поводу не верю продукт, ну, а маркетинг план, тут чаще говорят, ой, ну, конечно, вы там первые пришли, вы там и зарабатываете. У меня на это 100% аргумент, потому что, когда я пришла в компанию, вот с прибором, что большая компания была, и с горячими глазами прихожу домой, говорю, маркетинг потрясающий, прибор супер, работает, деньги здесь есть, и все. Муж, сын, и мама, сын, говорит, да ты что, экономист с магистратурой, и так далее, мама, да ты что, ты веришь в эту пирамиду, это плохотрон? Я говорю, ну, люди там зарабатывают, ну, те, кто первый пришел, тот и зарабатывает. Сколько лет компания, а я пришла буквально за год до ее закрытия. Вот и 4 месяца компания рухнула, китайская нелегальная компания была, с хорошим прибором. Ну, вообще, 3 года уже на рынке, но вот они там и зарабатывают, но ты там ничего не заработаешь. Вы знаете, я сказала, я заработаю, и вот не знаю, вот это азарт, что ли, желание доказать, как я благодарю, тогда им заедут слова, за то, что ни муж, ни сын не поверили все. И вот, ты же была в Теньшире, где ты нам, где деньги-то там, что ты, деньги-то нам не принесла, да? Я говорю, да их там нет, вот, а их и здесь нет. Я за год и 4 месяца заработала 250 тысяч долларов, там долларов китайцы платили. Я догнала и обогнала своих спонсоров, там тысячи впереди было людей, по своим чекам. поэтому, вот, кто первые, это не факт, поверьте, вот, Женя Мойка пришла через год, у нее чек больше, чем у меня. Эмма Поля пришла позже, ну, два года, в феврале было, как мне вы стали работать, у нее чек такой же, как у меня. А я пришла 6 лет назад, ну, если брать, в России первое. Поверьте, в Москве пришли люди, которых сейчас здесь нет. Я не буду называть их фамилией, они были первыми в Москве. Первыми. Их нет. Более того, их нет. Более того, у моего лично приглашенного, человек, хорошую очередь, замечательная женщина, пошла во все хайпы, вот, по поводу деньги, да, и инвестиции. Под ней стоит Новикова Евгения. И этим все сказано. полмира под ней. И где она? И где ее деньги? Она сидит на бочке, не знаю, с бриллиантами, с золочками, с еврами и так далее. Они живеются. Поэтому вот этот аргумент, они там первые, они зарабатывают. Я доказала своей жизнью, предыдущей, компании, что это неправда. Кто как работает, тот, тот так и зарабатывает. Вот это абсолютная истина. И когда я сыну отработала год, четыре месяца, компания, конечно, рухнула, а у меня только заработки пошли. Только, только, только все начиналось. Конечно, было горько обидно, нелегально, накрыли ее. Прибор, кстати, хороший, может, до сих пор прошло 15 лет, это было 2004 год. 14 лет прошло, прибор до сих пор работает. и сломался, лапочки меняешь, и все. Классный прибор, классный был маркетинг. И когда я сыну, это Баронеж, уже купила шикарную квартиру, бизнес-класс, тогда таких, все под стеклом, тогда таких и не было. Это был маленький такой дом, на сколько там их семей, ну, на 6 семей, с гаражами, со своей территорией. Сейчас стали появляться какие-то дома и в Москве, там с охраной, со своей территорией, со своим все это. Я сказала, вот это результат того, что ты сказала, ерунда, что не за работу, я тебе дарю все. Понимаете, это классно, это классно, в сети есть деньги, правильно, нужно выбирать компанию. Поэтому маркетинг, кто говорит, не верю, я открываю, и Куликов, я говорю, у меня столько лидеров, больших, из других компаний, ну, просто знакомых, друзей, мы как-то общаемся. Понимаете, не хотят идти, держатся за какие-нибудь, ну, вот, в Питере, там, супер парень, ну, просто я его обожаю, лидер мирового уровня, прокладка. Как это? Ну, Монолайф, да, 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 Монолайф. Да, у него миллион рублей, ну, жалко терять, ну, заложит, ну, иди же, что у вас маркетинг лучше, но ведь приду, заложит, сразу люди услышат, увидят, и, ну, такого вот уровня, вот, боится потерять, говорю, Саша, а я ушла в эту компанию, ну, чуть меньше был человек, ну, 500-700 тысяч рублей я получала, он упал у меня, ну, я получала, я в плюну, вырушила. Заложили, да, терминировали, что и компания через 7 месяцев ухнула, потому что народ не будет работать в компании, у которой нет перспективы. Так вот, маркетинг есть, деньги есть, первый, или ты последний пришел, кто работает, тот заработает. Сейчас в Германии, как Татьяна Янсен, Ирина Войтюк, они вообще пришли недавно. Вообще, может быть, год назад, ну, полтора максимум, у них очень большие чеки, большие бонусы, потому что лидеры работают, работают правильно, а компании выплачивают. Так, а на эту тему я могу говорить весь день, раскрывая только вот этот ход. А самой я пробегусь. Ну, по поводу лохотрон, это явное преувеличение. Очень многие ссылаются на какой-то ролик, кто-то какой-то мужик есть, где-то чего-то, на какой-то на фоне кирпичной стены, кто он такой не говорит, какие-то бумажки демонстрирует, да, и что вот это лохотрон. На этот ролик у нас тысяча роликов с доказательствами. В частности, академик, вернее, не академик, он кандидат химических наук из Российской Академии наук Института питания, отделения органической химии. Это кандидат химических наук Спирихин и доцент, доктор химических наук, Валерий, научный секретарь Российской Академии наук Института питания, Валерий. Есть ролик записанный, где они говорят, что проводили исследование нашего продукта. Это и есть независимая вот эта экспертиза, которую я оплатил Булат Динейш, чтобы убедиться, что там ничего вредного нет, потому что дети у него кушали этот продукт. Да, и кушают. Доказали на ядерном томографе, жидкокристаллическим методом, магнитной резонансной методом. Они все это рассказывают в этом ролике и все показывают в этом ролике. А в независимой экспертизе в электронном виде ленок, ты там все это прочитаешь, они доказывают, что 150 видов биофлавоноидов входит в этот продукт. Как работает каждый биофлавоноид? Там рутин, наргенин, кварцетин, дегидрокварцетин. Короче, 150 все перечисляют. Более того, есть доклинические испытания нашего продукта в Уфимском медуниверситете, врач-кандидат медицинских наук Вечерова Светлана Анатольевна. И есть эта лекция, кто была на летней академии под Уфой, вот Ниндзипа была, она нам читала все эти исследования, все эти цифры, научные доказательства работы нашего продукта. Испытывали там на мышах, на крысах, все выводили графики, все есть, граммок и миллиграммов. Все выведено, это работает. И вот лохотронный этот мужик, который ни имя, ни отчество, никто он такой, а какие-то бумажки показывает, да, на этот ролик, ну, в Камчатке, в частной сфере, помнишь, да, задавали, а вот ролик есть. А как на него отвечать? Да у нас тысячи роликов, которые говорят о том, что продукт абсолютно надежный, проверенный научным исследовательским институтом Российской Академии Наук. Ну уж куда, ребята, выше. Выше магнитно-резонансного метода, ядерно-кристаллического метода там, и просто нет в мире ничего. А если отдать какую-то, говорят, да я отдавала в санпедслужбу, они сказали, да вроде ничего вредного нет, ну и там ничего полезного. Да откуда они в санпедслужбе могут найти вот эти биофлафоноиды, наночастицы? У них нет такой методики, у них нет таких приборов. Поэтому надо это знать и аргументировать. Все на руках имеете независимую экспертизу. Российская Академия Наук, Институт Питания, Отделение Органической Химии, подписанная научным секретарем, доктором химических наук Валерьевым и кандидатом химических наук Спирихиевым. И есть ролик. И на этот ролик у нас есть журналистские расследования, ну всего-всего много. Все это есть в YouTube, на канале. Вы просто это знаете. Как называется этот ролик? Ролик называется Уфимская, так и называется, независимое исследование, независимая экспертиза продукта АПР Уфимской Академии Наук, Институт Питания. Так называется ролик. И второй ролик называется журналистское расследование, где прошлись по многим лабораториям с нашим продуктом, отдали на экспертизу, и все подтвердили, что там присутствуют вот эти полезные вещества. Вот она, я ее издалека знаю. Вот это именно она. Я бы могла бы еще вот на это тысячу там материалов вам провести, но в принципе они все есть. Вы их можете найти в бэкборсе и в YouTube. Да, например, по поводу сетевой. Ивашки, давайте потом поговорите. Вы знаете, найдите на YouTube, на канале, а у нас есть там все вебинары есть, на ее канале. Найдите мой вебинар по поводу сетевого. Вот Марина Царькова, помнишь, Марин, я его проводила из Греции, она тут же мне позвонила в Грецию и сказала, я слушал ваш вебинар, по поводу сетевой, это там лохотрон, это пирамиды, это то, это пятое и десятое. Это, понимаете, я полтора часа доказываю, что это такое, как мировые звезды. Я уже говорю там Дональд Трамп, он теперь не то звезда, не то звезда сомнений, но и то он говорил, если я разорюсь, я пойду в сетевой. Орен Баффет сказал, что лучшая моя инвестиция в жизни, это была одна сетевая компания, на которой я и разбогател. Это Билл Гейпс, это, не знаю, наша Ирина Хакамада. Я привожу там массу ссылок на известных лиц, которые говорят, что это большой, огромный бизнес. Ну и у нас есть ролик по поводу сетевого, что там президент России зарабатывает 15 тысяч долларов, там президент Франции, ну могу переврать, есть такой ролик у нас, у нас, у компании Биэл, там 30 тысяч долларов, да, или 25 тысяч долларов. Президент США, по-моему, 30 тысяч долларов. Я думаю, а мы с Женей сидим, я говорю, Жень, это не про нас, мелочевка. Понимаете? И по поводу, я не верю в сетевой, это ерунда, но вот я живая. Жень, вы тоже видите, да, мы зарабатываем на эти деньги, и не только мы, все немцы практически подтягиваются к нашему уровню, пришедшие позже. Так, ну, по поводу пирамида, мы ответ все регулярно знают, все, жизнь пирамида, берется власть, берется любая организация, ну, не знаю, там школа, есть министр образования, есть областные министры образования, у каждого областного министра полно замов, дальше полны там районные отделики и так далее. И все построено по принципу пирамиды. А кто читал, разумею, книгу, да, тот знает, что вся небесная канцелярия и строена по принципу иерархии, по принципу пирамиды. Ну, это отдельная тема. Так, ну, по поводу не мое, это про меня. Вот когда мне предлагали компании в сетеве, я еще не была в сетевом, я говорю, не-не-не, это не мое, это я так говорила. Не кто-то другой, а именно я так говорила, это не мое. Вот, да что вы, я директор школы, а тут еще бизнес, в свое время он хорошо шел, бизнес оптовый по сайте цемента, ну, это как бы все нормально, уровень социальный, ну, уже выше даже, чем просто бюджетная сфера, да. И, конечно, я всегда говорила, это не мое, кто предлагал, кто подходил, ой, нет, ходить, продавать. Почему сетевое именно связывает ходить, продавать? И все пошло с Гербалайфа. Потому что там нужно было, там, не знаю, какие-то огромные пакеты каждый месяц выкупать и ходить ко всем полным женщинам в метро приставать, что вот вы хотите, вот вам и так далее. И вот этот стереотип, это не потому что компания Гербалайф плохая, наверняка она, наверное, хорошая. Я знаю, у меня подруга, в ней была, она похудела после рода, очень сильно поправилась на 15 или 20 килограмм. И даже мне приносила коктейль, но я на сою, у меня просто тошнит сразу, я просто не стала даже, попробовала один раз, сказала, нет, вот это точно не мое, я эти есть не буду. Вот, ну, я в таких случаях говорю, вы, наверное, в какой-то сетевой компании были? Ну, если человек говорит, нет, ни разу не будет. Ой, ну, у меня вон вот это бегает, Арифлей меня там навязывает или еще чего-то. Мне уже, я ее как увижу, на другую сторону улицы перехожу. Там, где, ну, не хочу никакую компанию ругать. Ну, посмотрите, у нас минимально все-таки 2000 рублей за кубка в месяц, а в том же Арифлейме вместо 12 месяцев, там 18 месяцев. То есть каждые три недели у них месяц заканчивается. И каждые три недели выкуп пакета на 8000 рублей. Ну, волей-неволей ты всех одаришься шампунями и помадами, и куда ты потом их побежишь продавать. Потому что это, ну, реально, ну, как-то многовато. И при их уровне заработка, я почему это знаю, потому что ко мне в Арифлейме сейчас подписались люди. Как они считают, крутые 50 тысяч рублей там зарабатывают, да? Вот, это там. И вот этот стереотип, надо бегать продавать, сумками носиться, он желуч. Ну, а компания белая, это отношение не имеет. И вот вчера буквально она же сказала, ой, это вот опять продавать, твоя, по-моему, сказала. Нет, мы продаем, я всегда на это отвечаю. Мы продаем только информацию. Вот я сейчас с вами рассказываю, вам рассказываю, видите, у меня ничего, ничего нет, никаких сумок. Я не планирую вам ничего продавать. Я вам рассказываю качественную информацию. Если вам это нужно, вы это принимаете, но покупать будете ее у меня. А у компании, регистрируйтесь. Точно так же, как я, будет все это, несмотря на то, что я 6 лет в компании, будете иметь такую же скидку. Покупайте, кушайте на здоровье. Но если уж вы скажете, не хочу регистрироваться, но продукт интересен, ну я вам продам, конечно. Не откажу. Вот, поэтому продавать это не про компанию PL. Мы продаем информацию, а интернет-магазин держит компанию. Мы вас регистрируем через свой интернет, через свою ячейку, и вы уже покупаете со скидкой. Ну я уже, знаете, вот так, голубым по Европам, потому что все, запарила сама и вас попарила. Так, ну верхушки на ответы, продавать и ответили. Красной кнопки нет. Вот все есть. Сертификаты есть. Заводы есть. Путешествуем. Ну вот все, продукт работает, ролики есть. Нет красной кнопки. И мой ответ был, говорит, тогда вам не надо вступать. Через полгодик, может, красная кнопка появится. Вот, тогда приходи, пока не надо. Вот. Нет времени. На этот вопрос мы ответили. Про скорую, Мэри Мэ лучше всех нас сказал. У бедных людей никогда нет времени стать богатыми и зарабатывать. Так, не получится. Ну вот это сомнение, оно какое-то вот нормальное сомнение. Каждый идет, ой, а вдруг у меня не получится, особенно, ну, первые, кто шаги делает в сетевом. Вы знаете, если вы попали в руки хорошего наставника, который вас поддерживает, курирует, обучает, направляет, помогает правильно выстраивать структуру, готов день и ночь отвечать на ваши вопросы, у вас все получится, грубо, ваше желание. Ну, когда и вы должны беспокоить своего наставника, спонсора. Не он, у него, может, там миллион уже разных структур и городов, и страны, и так далее. Вы должны чаще звонить. А то он мне галочка попал, Галина Михайловна, да. Ой, ну вот мне даже неудобно. Смой лично приглашенный. Спасибо, дядечка, я это все помогла сделать, списаю. Ой, тысяча извинений. Галя, это наше общее дело. Галя, и в Германии еще мне Аня Экер тоже. Ой, ну вот не знаю, я вас беспокою, но вот я хотела это спросить. Да день и ночь беспокойте. Если вы пришли в бизнес и хотите зарабатывать деньги, своего непосредственно спонсора клюйте до тех пор, пока он вас не выведет на бонусы. Для меня это рай, когда ко мне люди обращаются, мои непосредственные. Понимаете, это значит, что человек что-то хочет. Вот галочка, что-то хочет. Ну, 10 извинений обязательно скажут, да. Никаких извинений. Мы делаем общее дело, общий бизнес. Я открыта к информации. Ну, понятно, весь мир я не могу охватить, да. Но открыт уж для личных приглашенных. Я готова работать теми ночи. Готовы леветь. Так, поэтому по поводу времени у всех 24 часа в сутках, у всех одинаково. Я за день успеваю сделать миллион дел. А уж как Куряков из Майами и всех обзвонил. Думаете, одно миллион звонит? Наверняка позвонил и Новик, наверняка там всем лидерам обзвонил, и Радченко, и всем обзвонил. И все успеваю сделать. И завод строит, и тут все под контролем. И каждую субботу у них планерка. Потому что иногда звоню Александру Михайловичу. Он говорит, все, у меня сейчас планерка. Давайте, что там, какие вопросы, бегом. И планерки, и строительство, и все. Ну, 24 часа, что у нас, что? Ну, телевизор не смотрел. Вот, ну, нет тогда. Может быть, только мир пробегает. Если муж смотрит. Что я что-то слышу. Так, не получится, мы уже сказали. Нет. А, нет денег. Вы знаете, когда приходят, вот сейчас у Саши Сергеевича студентки, там, квартиру снимают. Приходят, и говорят, видишь, у кого глаза горят, я вижу, им хочется, нет денег. Им простит, ну, правда? Они еще студентки, они зарабатывали. Ну, когда приходит человек, которому 30, 40, 50, 60 лет нет денег, вопрос возникает. Для чего ты жил-то? Как так нет денег? Тебя не спрашивают, 2 миллиона бизнес открыть, да? Или там 10 миллионов. Ну, 10 тысяч рублей нет для того, чтобы хотя бы как-то начать бизнес. Ну, это смешно. Кто хочет, тот и открывает. Галина Михайловна, въехали, летели с ней в самолете с Эссекули, в Бишкеке. Сразу важно знать своих героев. Стань, иди ко мне. Да? Отдыхала на Эссекуле. Она выступала, вы знаете, да? Мужчин привела таких интересных. Вот. Отдыхала на Эссекуле. Летели в самолете. Ну, мы с Женей сидим в бизнес-зале, пьем кофеек, наш самолет залетел, а мы пьем кофеек. И нам говорят, так ваш самолет вот 5 минут назад залетел. Что делать? На следующий резерв, да там практически осталось 3 билета. Ну, говорим, срочно нам 2, еще нужно поменять наши евро в их, там, в Тугрики, в Бишкеке, да? Побежал парень, молодец, из бизнес-класса, побежал со мной, нашли мы эту кассу, поменяли. Поговорит, Женька, 2 билета. Садимся. Говорит, Михайловна, рядом. Вся такая строгая, серьезная. Мы с Женькой, ля-ля-ля, ля-ля-ля, вообще всю дорогу обсуждаем, разговариваем. Она, наверное, как и мухом слушала, да? Что говорила? Вот. Ну, у нее нога текла, она говорит, я не знаю, как я обуюсь, нога текла. Ой, у нас есть продукт. Дали ей слайд, там что-то дали, ей вообще количало. Ну, и потом вижу, человек очень приятный, интеллигент, я люблю таких. И я там, слово завтра, она шла показывает, что мы были на Иссыкуле, вот фотографии, потом круизы, потом то-сё, пятое-десятое. Вот. Вот она говорит, ну, мне это нравится. Ну, давайте обменяемся телефончиками. Так было, да? Так было. Отменяясь телефончиками, я не думаю, что у нее миллионы. У нее пенсия, она подрабатывает, тоже семья, двое внуков, дочь. Сложно быть в реальном положении, но если ей понравилось, она побыла на ББС, приглашайте людей на ББС. Я сама не могла в это время, я в Чебоксаре, по-моему, или в Майами, а, в Майами мы улетали. И она пришла на ББС сюда, Леночка вот, Исаева, ее помогала ей, да. И она сказала, я вхожу сразу на Дармод Старус. Ну, вот у меня сейчас денег нет, я сейчас близко подсвечусь, найду, успею, чтобы это. Вот. Лена помогла ее зарегистрировать, все. Вот, когда человек хочет, она нашла эти три тысячи, она это сделала, она зарегистрировалась, пожалуйста. Я благодарю, Галина Михайловна, что вы меня поняли. Хотя компанию, если честно, мы вообще не говорили, да. Просто фотки ей показывала, все. Потом уже она говорит, у меня телефон старый, что сломался. Я говорю, давай мне телефон, в WhatsApp я тебе кое-какие материалы сбрасывайте. Чем три часа человеку говорить, он говорит, я не верю, я-то все, пятьдесятый, сбрасывайте ролик, что такое компания ИПЛ. Ролик, какие чеки зарабатывают лидеры. Ролик технологии. И, ну, вот, пару или тройку роликов я ей сбросила, она пошла, купила новый телефон, чтобы эти ролики все посмотреть. Вот, когда у человека есть желание. Ирина Михайловна, спасибо, моя дорогая, что ты у меня есть здесь, я помню, что я тебе обещаю. Аплодисменты за Роликону Кококово. Так, это мы сказали, да, они в это время сказали, вкладывал везде. Вот такая глупость. Вот, если человек бежит и вкладывает, какая-нибудь компания не пришла, побежал, вложил. А, я же там первый буду, да, она только пришла, вложил. А еще одна пришла. Ой, побежали все туда. Я знаю таких лидеров, московских, в особенности, которые бегут только в новые компании и везде вкладывают. Обращайте внимание на пять критерий. Ролик Кокок на каждом вебинаре говорит, что за компания, насколько она легальна на рынке. И вот все, что я вам до этого рассказывала, документы и сертификаты, и все-все-все остальное. Второй момент. Кто организовал компанию, кто за ней стоит? Знать нужно этих людей, что у них за задача. Пришли, схватили, ушли, закрылись. Третий момент. Что за продукт, насколько он будет конкурентен на рынке? Если вам предлагают очередную замечательную косметику, здорово, классную, ее полно на рынке. Но может она к чему-то уникальна. Если вам очередные замечательные баги, здорово, классно, невозможно, хорошее. Но это надо доказывать, их полно на рынке. Ну и так далее. Не знаю, иногда мне предлагают вот эти как бы тряпочки, фильтры, уборка дома. Уважаемый, зайдите, я не знаю, сетевые магазины, твой дом. Да там и японские тряпочки, и шведские, и финские, и каких только нет. Фильтров, мама родная, каких только нет. Я лично из Германии. Вот семья Верхан, у них большой бизнес по фильтрам. У них особые фильтры с обратным осмосом и все. Я не пожалела, 200 тысяч евро отдала, привезла оттуда. Славикова, спасибо, он мне привез. Вячеслав, все знаете, ну, знаете, кто у вас, господи, приезжает сейчас сюда, привез мне этот фильтр. Да, вода хорошая нужна, да, качественная нужна. Но на рынке миллион предложений этих фильтров. Плюс-минус нюансы есть. Где-то лучше, где-то чуть хуже, но все хорошие, замечательные. Предлагать это и выходить на рынок с целью заработать кучу денег очень сложно. Потому что рынок перенасыщен фильтром. Я уже не говорю о магазинах, по-моему, с фильтром. Гуляйте? Да. Так. Все. Можно еще раз сказать. Разочаровать. Я в школе отработала 25 лет. Это голосовые связки. Они шли, лавы, где-то в архиве. И, в общем, откуда ушла, туда и пришла. Я хочу, знаете, одну историю рассказать за ключей. Вот это все ясно и понятно, разочарование, не туда ходили, поэтому разочарование. А вот на этот год, на лестнице, я просто хочу рассказать одну историю. У меня хорошие субсулы в Уфе. Вот, Владимир Зимеев, многие люди. Вот буквально 3 дня назад, как раз собиралась в Москву ехать, мне звонит женщина, лидер из, ну, неважно, из какой даже структуры, звонит и говорит, «Семен, очень нужна ваша совета и ваша помощь». И я говорю, ну, у меня время есть, и у меня очень мало, поэтому давай, коротко, сжато, что случилось. Мы попали в беду. Какую беду? Вы знаете, мы отнесли деньги в инвестиции, продали две квартиры, я свою и дочь. Отнесли деньги в инвестиции, хоряба захотелось лидер. Хороший процент обещали. И компания рухнула. Вот-вот мы должны были получать, вот буквально через месяц должны были получить деньги, чтобы купить квартиры. И квартиры рухнули, нам не отбежать. Купите, нам не отбежать. Вот вы понимаете? Да, у меня мама там перелом шейки бедра, в таком духе, жить негде вообще на улице. И вы когда относили деньги, вы мне позвонили, вообще со мной посоветовали, с комиссией, мы хотим вот рискнуть, гулять так гулять, заработаем, заработаем. Вы советовались, звонили мне? Нет, не звонили. А с кем вы сказали? Да, вот Венера нас сказала, все надежно пригласила. Вот Венера пусть вам купит эту квартиру. Она вас пригласила, и пусть она купит. Я говорю, поверьте, вы получили хороший урок за свою глупость. Конечно, если я буду проходить, вы будете стоять на папе, я вам тысячу рублей подам на еду. Второй день прохожу, вы там же стоите, я тоже тысячу рублей подам. Но за свои глупости надо расплачиваться. Вы получили хороший урок. Вот буквально за неделю до этого звонка, я говорю, нет, Татьяна, просто однозначно нет. За неделю до этого звонка мне звонят из другого города. Я говорю, мы так вляпались, денег у меня не просили, слава богу. Мы так вляпались, да куда вы, да вот в инвестиции, отнесли деньги, кэш что ли, что-то такое, какой-то кэш. Ну, я узнаю даже эту компанию, которая рухнула, вдруг у вас у кого-то там денег. Надеялись, хорошие проценты, все развивалось, все это, все. Ну, вы, спасибо, не так много, 300 тысяч, но все равно жалко. Ну, 5 миллионов, 300 тысяч, но все равно жалко. Понимаете, люди, не думая, любят у нас халяву. Им пообещают 50%. И они подъезжали, но мы, что такое хайп? Это все финансовые пирамиды, как бы они ни назывались, инвестиция, потребительское общество, там, не знаю, какие-нибудь коины. Это финансовые пирамиды. Люди там зарабатывают на ажиотаже. Не на долгосрочных, простроенных планах, а именно хайп это ажиотаж, переводится с английского. Ну, может, более точно есть перевод. Вот на ажиотаже все побежали, все понесли. Вот там-то как раз первые заработали, возможно, повезло вторым или третьим. На четвертом, на пятом точно все лопнет. Но будьте осторожны. За 18 лет в сетевом бизнесе я вам хочу сказать. Я никуда ни рубля не внесла вот в эти финансовые пирамиды. Нигде не прогорела. Никуда не позвала людей, где нет продукта. Сетевой бизнес и финансовые пирамиды – разные вещи. Вы в сеть пришли, не знаю, купили помадку или вады, или фильтр, или там еще что-то, шампунь и так далее. У нас это продукт леденцы. Вы инвестировали, ну, как холодильник в семью. Ну, кому-то как телевизор в семью. Вы приобрели нужную покупку для семьи. Это товарный бизнес. И когда мне люди говорят, ой, я устала от товарного бизнеса, слышали такое? Я не хочу товар. Я инвестициями. Мои хорошие, я занимаюсь инвестициями через банки. Надежные, как ВТБ, Россельхозбанк, не знаю, Сбербанк. Это надежные банки. И я вкладываю разумные суммы, гарантийные. Если я знаю, миллион четыреста, да, банк точно вернет. Да, я рискую. Но там тоже есть три варианта выбора инвестиций. Безрисковые – это там 15-17%. Так, среднего риска – 25-30%. Ну, и рискованные там до 40%. Но когда вам обещают 50% или 100% вернуть, ничем не подкрепленные. Даже бумажек-то нет никаких, не дают. Да что с этими бумажками? На моих глазах за эти 18 лет я вам назову, вот какие я помню. Финансовые пирамиды – вообще дело наказуемое. Наказуемое не людьми и даже не юридическим законам, хотя сейчас юридические законы работают на эту тему, а вселенной. Была компания, это было лет 15 назад, Гарант Инвест. Ну, боже, сети. Просто суперпотребительское общество. 35% вам каждые три месяца начисляют на вложенные деньги. Ну, там такие вообще сказочные. И на самом деле у меня в какой-то момент, думаю, 5 лет уже на рынке. Уже по Роберту Киосаке, вроде бы когда 5 лет, уже устоялось. Но 5 лет это был их потолок. Рухнули с грохотом люди на безумии, что такая хоряба валится. Я МММ не беру это у всех на слуху и на глазах, и все это знаете. Продавали тоже квартиры. Несли в эти финансовые пирамиды. Все это закончилось очень печально. Организатор пирамиды, это Гарант Инвест, умер от рака мозга в Израиле. И кому эти деньги? Сколько людей несчастных? Я вообще знаю людей, которые отнесли в МММ. В общем-то, молодые люди. Один умер от инфаркта. Потому что квартиру тоже продал, отнес. Безумие какое-то. Безумие. Сюда придут, скажут, 10 тысяч нету вложить в свое здоровье. А туда продадут квартиру, отнесут их. И потом вот эти инфаркты, инсульты, смерть и так далее. Я вас призываю. Вы, пожалуйста, будьте очень осторожны. Деньги не бывают легкими. Ну, если вам не достались, они там по наследству. Хотя история гласит, все выигрыши, там, миллионы долларов и так далее, тают куда-то, исчезают, и люди несчастные. Нет халявы в деньгах. Их надо зарабатывать честным, добросовестным путем. А если пошли, это как в казино. Вы пошли, внесли, продали квартиру, внесли. Ну, это казино. Может, и выиграете. Или вот сейчас у меня прямо усиливает. То какой биткоин, то ванкойн, то теперь вот маня. Золотые сливки, золотые монеты. Нет, вот эти золотые сливки, золотые монеты уже столько раз были на рынке. Где они? Они все исчезли. Вы вообще, люди, о чем думаете? Их раскручивают сейчас. Просто там НЛП работает. Там программирование идет, мощнейшее программирование. Ну, извините, все-то приходят, основная масса людей просвещенные, все знают, что такое НЛП. Все знают программировать. И если ты шел заведомо, зная, что там финансовая пирамида, ну, красиво называется каким-нибудь коином, понятно, это же оттаж. Понятно, биткоину очень многие заработали, особенно те, кто это организовал. Но пока это ничем не подкреплено. Ничем. Мудрейший, умнейший миллиардер, человек, который, в общем-то, я знаю, организатор, вы знаете, эта компания, она, в общем-то, по России точно, по многим странам СНГ, это компания Гевка, майонез Лобода, там, вот это все. Сейчас они выкупили и все другие майонезы, влились в эту компанию. Он поехал специально изучать тему вот этих биткоинов. Потому что, ну, реально, народ, ну, безумие, действительно, кто первый там пошел, вот там действительно, кто первый пошел, может, что-то выиграл, но вывести тяжеловато. И он поехал, говорит, я такого безумия, я еще, говорит, такого не видел. Говорит, организаторы гениальнейшие люди, но когда лопнет этот мыльный пузырь, он мог бы туда вложить, для него миллиард туда, миллиард сюда, это просто по мелочам. Он мог бы там заработать, но сказал, нет. Нет, потому что это рано или поздно, или имеет место быть, а на 95% он сказал, что это мыльный пузырь. Ну, а это уже выбор каждого. А кто-то, может, рискнет, понесет, попробует, может, даже выиграет. Ну, помните, халявные деньги, это всегда расклада чем-то большим. Лучше ушла эта квартира и ушла. Все, забыть о ней и начинать жизнь в чистых белых местах. Ну, вот, как бы, то, что я хотела вам, 25 лет. И традиционный бизнес, это 90-е годы, 10 лет. И сетевой бизнес 2000-2018, 18 лет, говорит о том, выбирайте всегда надежность, стабильность. И если уж вы куда-то, где-то рискуете, не зовите с собой людей. Не берите на себя карму. Не нарабатывать не вы, а сейчас мир настолько, вы знаете, закон Мура. Сегодня мир настолько изменился. Ну, я уже не говорю, что мир после квантового перехода, я часто вам об этом говорю. Обязательно читайте статью, изучайте ее досконально. Все в жизни поменялось. Мы живем уже на первом этаже тонкого плана. Давно совершился этот, как его, конец света. Он давно совершился. Расплата за наши неправильные действия мгновенно. И даже не когда-то, там, на семь колен, да? А тут же, мгновенно, на тебе, на детях, на внуках, на самых дорогих английских людях. Будьте осторожны, люди. Будьте дитями. Берегите себя. Что читать? А, Валентина Николаевна Миронова, биофизик. Работала в космическом исследовательском центре. У нее есть статья «Мир после квантового перехода». Она ссылается на очень многие научные труды. «Посмотрите». И она очень четко говорит. Я это тоже часто цитирую. «Думайте, прежде чем подумать, о чем вы будете думать». Это ее слова. То есть настолько будьте не только в своих действиях аккуратны, не только в словах аккуратны, но и даже в своих мыслях. Люди, будьте бдительны, берегите себя. Я всем вам желаю здоровья, просветания, только в компании ИПЛ. Ну и вообще, просветайте везде, всегда и на всех городах. Спасибо вам. Спасибо.